Борьба на льду развернулась не на шутку. Соперники встретились достойные – хоккейный клуб Анапа и краснодарские джентльмены. Анапчане к игре подошли со всей серьезностью и применили особую тактику. Каждые 5-7 минут свежие игроки выходили на лед. После первого периода счет 6-3 в пользу Анапчан. Борьба довольно обоюдная, такая острая. В принципе, счет 6-3. В конце второго периода мы немножко отдали преимущество. Команда соперника старается, но они играют в две пятерки, им немножко посложнее. Мы играем в три пятерки, соответственно, мы выглядим посвежее. Даже соперники по достоинству оценили мастерство анапских хоккеистов. Конечно, хоккейный клуб Анапа, я скажу, крепкие ребята, борются. Изначально, что мы ставили какие-то, под них какие-то тактику разрабатывали, в процессе пришлось даже менять. Встреча получилась яркой и динамичной. Отличные голевые пассы на результат. Игра завершилась очередной победой хоккейного клуба Анапа со счетом 9-3. Но, как признали сами хоккеисты, счет это еще не главное. Мы, в принципе, за здоровый хоккей. Победа, мне кажется, не главная. Главное, что все приехали, все поиграли, получили огромное удовольствие и некий заряд бодрости на будущее. Несмотря на отсутствие на курорте собственной ледовой арены, хоккеисты Анапы продолжают удивлять и радовать своих болельщиков. Руководитель любительской хоккейной лиги в Краснодарском крае Сергей Томов считает, что хоккей – это вид спорта для любого возраста. Общий уровень команд не только Анапы, но также джентльмены Кубани, ключ, автор, раскат. То есть всех тех, кто участвует в нашем чемпионате, достаточно высок. Но новички не стоит бояться. Пробуйте себя. Хоккей – такой вид спорта, когда не 40, не 50, никогда не поздно. И ты можешь добиться не только удовольствия, но и победы.